всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду постоянные зрители канала видели уже мои ролики про пиццу я и готовлю по официальной итальянской технологии пиццы наполитана записаны в соответствующем законе готовлю в двойной печи и хочу сказать что в нашей семье такая пицца популярна ну наверное также но может быть чуть чуть больше чем фокаччи приготовлены на таком же тесте я имею тоже фокаччи на тонкой лепешки не знаю можно так сказать наверное нет ну короче я беру стандартное тесто на пиццу такой шар сплюснутый растягиваю руками приправляю оливковым маслом солью розмарином свежим чесноком получается просто чума но по моим наблюдениям в италии она гораздо более популярна фокаччи на толстые лепешки из теста высоких гидротации очень длительного холодного брожения я такой готовлю крайне редко потому что она просто дико вкусная сжирается моментально и крайне отрицательно сказывается на толщине боков но сегодня приготовлю все очень просто в воде развожу дрожжи и соль до полного растворения после чего смешиваем все это с мукой и без всякого фанатизма замешиваю тесто она будет очень липким но не переживайте так и должно быть замешивать нужно на этом этапе до увлажнения всей введенной в тесто муки оставлю его под крышкой минут на 20-25 может быть ну чтобы глютен набух внимание важный момент для фокаччи нужна самая сильная мука какой только вы можете найти ищите самым высоким содержанием белка на пакетике ну или обращайте внимание на параметр w нужен хотя бы 300 лучше 350 так у меня почти 13 процентов смотрите видите протеины будешь белки 12 9 или по параметру w как я вам говорил в 300 лучше вообще в 350 конечно прошло 25 минут пора провести первое складывание чтобы тесто меньше липло к рукам их лучше смочить водой складывание делается стандартно для теста высокой гидротации сначала навстречу друг другу затем разворачиваем пласт на 90 градусов и повторяем время указываю примерно не морозить себе голову от 20 до 40 минут будет вполне нормальные промежутки между складываниями всего нужно провести три складывания и он промежуточный показывать не буду покажу сразу последние ну и вот оно последнее складывание на этом этапе надо добавить растительного масла складываем также как в прошлый раз все теперь короб с тестом убираем в холодильник минимум на сутки максимум на трое суток если вы будете выпекать через сутки то больше ничего с тестом делать не надо если это будут на второй на третий день то помните что каждый день нужно будет провести в удобное вам время одно складывание все на этом вся возня заканчивается прошли сутки сегодня буду выпекать посмотрите на тесто поднялось очень сильно сегодня все будет очень просто засылаю бумагой для выпечки противень надо ее смять чтобы не сворачивалась и обильно смажу оливковым маслом холодного отжима extra virgin это и для вкуса важно или хрустящей корочки снизу так что не жадничайте тесто вываливаю на противень вот так и аккуратно растягиваю его стараясь не выдавливать из него воздушные пузыри растяжку лучше разделить на два этапа выводим на противень растянули вот так вот как получится как только почувствовали что она стала сопротивляться слишком натянулся все внутри напружинилась оставьте его на 10-15 минут чтобы глютеновый каркас расслабился после продолжим тогда он легче будет тянуться пока можно включить духовку на этом этапе только нижний нагрев 250-270 градусов короче включайте максимальную температуру какая только позволит вашей духовке пусть она как следует раскочегарится надо начистить чеснока побольше еще мне хочется приправить фокаччо томатами черри ну и оливковое масло тоже будет в тему его надо взбить вместе с водой масло использую такое же как и на дно противня то есть extra virgin с горчинки ароматная добавлю воды примерно процентов 30-40 к весу масла и до состояния эмульсии видите она стала такое однородно мутное все отлично за всеми этими хлоптами и глютеновый каркас уже ослаб в тесте можно завершить растяжку ну все остается приправить ее на свой вкус и можно отправлять в печь сначала смазываю этой эмульсией без фанатизма так как получится не нужно стараться прямо совсем совсем равномерно все распределять ну и теперь надо пройтись пальцами по фокаччо вот так ну и на этом этапе каждый приправляет на свой вкус у меня это черри чеснок свежий розмарин и крупная соль немного будет просто бомба отправляю в печь на вторую снизу полку и сразу же переключаю на верхний и нижний нагрев температура сейчас 220 градусов время выпечки зависит от вашей духовки в моем случае это 20-25 минут следите за внешним видом короче самый важный момент как же ее употребить так чтобы не сожжать всю в один присест можно просто так вот смотрите как хрустит-то с подпеченными помидорками слышите чесночком с ароматом розмарина туда а можно ее трескать по-богатому с хрустящим зеленым салатом с тонюсенькими буквально прозрачными ломтиками пальмской ветчины как он такой бутер чудо правда совершенно потрясающий вкус смотрите за счет того что это достаточно плоский хлеб у него огромное количество просто вот огромная площадь занимает корочка хрустящая дико ароматная с чесночком с солью с розмарином с помидорками есть небольшое количество именно мягкий широко пузырчатого классного представляете вы все же любят горбушку да вот здесь вот классная тоненькая хрустящая горбушка с нежным салатом с тонюсенькой на тонюсенькой ветчиной изумительный просто балде на сочетании неудивительно что итальянцы обожают пока что трескать просто как работает дневной перекус навалить сюда всякой начинки и сажать такой классный суперский бутер просто чудо короче пока что надо готовить ведь это не сложно замесили когда у вас есть время потратили но если вы дома находитесь за три часа в общей сложности вы потратите на минут 10 от силы вам нужно дома находиться но 10 минут вы потратите да вот каждому подходу чтобы это складывание сделать прочее а потом тесто стоять все в холодильнике есть не просит там сутки двое-трое появилось время забросили в духовку на 20-25 минут еще потратили пять минут на то что будут ее приправить чем-то и все у вас обалденный потрясающий хлеб но часто такое готовить нельзя нарастите килограмм и не заметите как огромное спасибо за компанию за лайки за дизлайки за репосты всем пока дайте меня и и и и и и и